Давай, господа, добро пожаловать в Архангельск, город воинской славы. Надо же, а я как-то и не уследил, что Архангельск удостоен этого звания. Позор. А все потому, что приезжаешь хоть и часто, но только в командировке по конкретному информационному поводу. Новая подводная лодка, солнечное затмение. В этот раз сам решаю, куда поехать и что посмотреть. И хорошее, и плохое. Рай наш, по-моему, пусть и прекрасен я. Кто сказал, что Архангельск далеко? Из Питера Нордавия доставила всего за какой-то час с небольшим. Телетрап, гармошка которого ласково обнимает фюзеля, чтобы пассажиры в тепле попадали в отремонтированный аэробокзал, подкупает. Помнится, еще недавно багаж выдавали в каком-то сарае на улице. Аэропорт Талаги, хорошее первое впечатление, чуть больше трех лет назад отметил 50-летний юбилей. Тогда, в 63-м, первый технический рейс прилетел, как и я сегодня, из Питера. Самолет Ил-14 прилетел в Ленинград из Архангельска. Дружный экипаж первым в Северном управлении гражданского флота получил звание коллектива коммунистического труда. Работают они действительно хорошо. Командир самолета Борис Кокушев, депутат Архангельского городского совета. Вдоль Двины, на Волге, будем мы передвигаться. Договорились с таксистом Сергеем Николаевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Чемоданчик положим? Мне рассказывают, что была байка такая, когда мимо сульфата таксисты проезжали, там пассажиры друг на друга косились, кто, дескать, воздух испортил. Да, такое есть. Было когда-то, пока работал. Вот первый сюрприз. Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат встал. Едем туда, благо есть переправа Столажского шоссе к микрорайону первых пятилеток. Название не прижилось, в отличие от химического сульфат. Ведь комбинат так и назывался сульфат целлюлозный. В этом году комбинат отметил или отметил бы 80 лет. Первое крупное целлюлозное предприятие молодого СССР в конце жизни давало десятую часть мирового объема небеленной целлюлозы. А это уже репортаж 95-го года, посвященный акционированию комбината. В тревоге оператор очистки Нина Сибирцева. Слава Богу, что мы пока работаем. Это одно радость, чтобы не остаться без работы. У нас специальность одна. Мы никому не нужны, если нас сократят. Так и случилось спустя почти 20 лет. Проходная СЦБК. Еще недавно потоки людей, негде припарковать машину. А сегодня пустая доска почета, трудом прославленная, как злая ирония. Первый вопрос губернатору Архангельской области. Как так случилось, что одно из градообразующих предприятий Архангельска, оно закрылось, оно прекратило свою работу? Это тяжелейшая боль была для меня, как для губернатора. Но заниматься оправданием того, что управляющая компания «Соломбола лес» в течение последних пяти лет регулярно рубила лес в серую, скажем так, предприятие системно и планомерно шло к смерти. Одиозного предприятия «Соломбола лес» больше нет. Его составную часть, лесодеревообрабатывающий комплекс, сегодня начинают возрождать 4 миллиарда рублей, вкладывает поморская лесопильная компания. К самому комбинату инвестор пока лишь присматривается. У инвесторов есть большой интерес возродить ЦБК, но сейчас целлюлоза как конечный продукт тоже рассматривается очень критично. Нужна либо бумага, либо какая-то другая продукция, которая может получаться из целлюлозы. Поэтому мы сегодня, когда говорим о новом инвестпроекте в целлюлозобумажной промышленности, говорим больше именно об инвестпроекте с максимальным экономическим эффектом для региона. Мы, несмотря на потерю этого производства, не получили социальной встряски в сульфате и соломоле. Не получили. Это я отвечаю за свои слова. Кто бы там что ни говорил. После красивого аэропорта нас встречает некрасивый город. Деревянные зачастую убогие дома. Именно этой дорогой в 2003-м ехала Валентина Матвиенко, будучи полпредом президента на Северо-Западе. Тогда она назвала Архангельск самым неухоженным городом и устроила знаменитый разнос. Нынче стройки в городе много. Вот этот участок Воскресенский, признаться, не узнал и долго не мог вспомнить, что здесь было раньше. И строят красиво. Отчего еще больше усиливается фирменный архангельский контраст. Это вопрос риторический или в воздух. Архангельск когда-нибудь избавится от покосившихся развалевых? Избавится. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Сейчас в рамках переработки градостроительного плана происходят такие радикальные изменения в градостроительной политике в городе Архангельске. Радикальные, я отвечаю за это слово. Потому что эти заборы, которые стоят в Архангельске с якобы стройками, это тоже полное безобразие. За несоблюдение сроков, штрафные санкции к инвестору, вплоть до лишения его права строить на этой площадке. Как иначе убрать эту неустроенность и неухоженность, особенно в центре города? Конечно, можно долго говорить о неповторимом архангельском колорите, знаменитых на всю страну деревянных тротуарах. Попробуйте, поживите, как скажем Наталья Филатова. Ну вот как вот живем? Ну как можно жить, когда печка вот-вот упадет? Вот потолок он, вот все, зигзагами. Посмотрите, вон, все упало, вот, видите, вон, все упало, вот, тут все провалилось, это что? 21 век, областной центр, в квартире на втором этаже, туалет прямого падения. О, это не унитаз, это туалетик. О, пожалуйста, все замерзло. Бригада архитекторов Руфа Алексеевича Широкова занята планировкой Архангельска, его пригородной зоны. Еще стоят старые дома и целые кварталы, построенные давным-давно. А здесь, на проектах градостроителей, уже проступают четкие контуры нового города. Это кадры 1964 года из Ленинградского государственного института проектирования городов. Судя по макетам, архитектурные замыслы воплотились не все. Город на Северной Двине зарабатывал в стране валюту, лес целлюлоза, в ответ получал не то, чтобы много. В 2016-м произошло событие, которое точно войдет в градостроительную историю Архангельска. Впервые за много лет область справилась с программой переселения из ветхого и аварийного жилья. Наталья Юрьевна, кстати, готовится к новоселью, а деревяшка на 21-м лесозаводе к сносу. О, сказали, что скоро будет квартира где-то после Нового года. Новые дома 93-й усовершенствованной серии строятся в округе Майская горка. Более 400 квартир, жильцы которых взамен общественной бани и дров получат центральное отопление и водоснабжение. Большую часть денег по программе выделяет бюджет федеральный, региональный добавляет. Городские власти отвечают за строительство. Если сроки сорваны, федеральное финансирование отзывается обратно, что неоднократно и происходило вплоть до 2014 года. Не хотели работать, но не мы. В 2014 году стало четко и абсолютно понятно, что муниципальная власть с этим справиться не может. Это все большая и сложная работа, которую мы приняли решение забрать на региональный уровень. Сказав, хватит верить всем, кто нам чего-то обещает, мы сделали огромный прыжок в реализации этой программы. Мы за год строим десятки тысяч квадратных метров жилья, тогда как за предыдущие годы мы там радовались двум, трём, пяти тысячам. Действительно приятно сегодня слышать, что Архангельская область молодец, она в передовиках, она нашла решение. В ноябре 16-го стройки инспектировал председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. То, что мы увидели, это действительно строится качественное жилье. Пришли толковые строители. Мэр стал мэром, занимается своим делом. Илья Анатольевич молодец, подобрал новую командовую, это сделал. Более того, сегодня я привез. Еще платежки, а это уже живые деньги, сумма очень большая, на 0,4 миллиарда рублей, на всякий случай. А это уже визит полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Вообще, то, что я видел по всем регионам, это одна из лучших практик. Мы правильно сделали совершенно, что забрали полностью под себя, привели сети, построили капитально-качественное жилье. Если все такое жилье, то это очень хорошо. Потому что в других регионах, сейчас мы были только в Вологде, там, конечно, даже не буду при журналистах говорить. Чтобы понять, почему долго буксовала программа переселения и вообще многие вещи, нужно вернуться на 5 лет назад, когда заместителя директора калининградского предприятия «Автоторхолдинг» Игоря Орлова вызвали в Кремль. Было предложено занять эту должность. Ну как предложено? Это, наверное, было предложение, от которого вряд ли можно было отказываться? Нет, на том этапе, когда мне первый раз об этом сказали, можно было быстренько-быстренько отбежать в сторону и сказать «нет, нет, нет, меня устраивает все, что есть». А вас устраивало? Нет, меня не устраивало. Вы знаете, когда человек все начинает устраивать в жизни, значит, он уже на пенсии. Я абсолютно в этом уверен. Я не хочу сказать, что это плохо. Это просто вот человек достиг того, чего соответствует его внутреннее самосознание, его жизненный опыт, воспитание и так далее. Когда мне сделали это предложение, у меня было три часа подумать. После этого началась процедура всех встреч, разговоров. Она затянулась приблизительно месяц. Но с момента встречи президента в среду до издания указа в пятницу и моего приезда в город Архангельск, в Архангельскую область, в воскресенье прошло менее недели. Встреча с президентом, в пятницу указ, в воскресенье я был уже здесь. Не всем понравился новый руководитель. Без персоналей. Были серьезные конфликты, были увольнения громкие не очень, были задержания, потом суды, потом посадки. Пятилетней давности зиму сегодня принято называть не иначе, как началом войны элит. Сегодня Игорь Орлов уверенно заявляет, что иду на вы не объявлял. Кто-то хотел территорию там отделить, кто-то хотел какую-то сферу деятельности, а кто-то там, условно говоря, свой ларек защитить. И все это преподносилось как «давай договоримся». Для меня это было неприемлемо. Потому что не для этого меня сюда направил президент. Было даже такое решение о декриминализации региона. Плоть до этого. И известное событие, связанное в том числе и с людьми областного уровня, депутатами, различными высокими руководителями, которые прошли в области, это как раз, скажем так, выметание мусора из углов. По-другому это не скажешь. Потому что каждый считал, что это мой угол. Я здесь хозяин, не лезьте ко мне. Углы мы в значительной степени сегодня уже разгребли, и сегодня регион работает как единый большой регион, у которого есть региональные задачи, муниципальные задачи, задачи на различных направлениях бизнеса и социальной сферы. К 9 мая 2012-го должны были сдать два многоэтажных дома для ветеранов Великой Отечественной. Оставим на совести чиновников выбор места для этой стройки, фактория, окраина. В приватном порядке новому губернатору шепнули, нельзя жить в этих домах холодно и по пожарной безопасности как бы трагедия не вышла. Москва требовала обеспечить ветеранов жильем ко Дню Победы, но губернатор сдачу домов отложил. Там целый перечень был негодяев, которые имитировали строительство домов, а занимались освоением бюджетных средств. И, конечно, боль от того, что там происходило и по качеству этих домов, и по управляющей компании, которая туда заходила, и по срокам строительства. Там была просто катастрофа. Там был стыд и позор власти по отношению к людям, которые эту власть, по сути дела, создали, отстояли, а потом и создали. Поэтому, конечно, равнодушно относиться к тому, что происходило, просто было, опять-таки, и человеческим, и государственным преступлением. Николай Михайлович, здравствуйте! Мы подъехали! В 2016-м Николай Сивков отметил 90 и вместе с супругой Зоей Ивановной 65 лет совместной жизни. Поженились сразу после того, как боец вернулся с Дальнего Востока, где заканчивал Вторую мировую. До переезда жили в Пинежском районе, Деревенский дом, Русская печь. Стали неспособны там дрова носить, топить печень, надо подниматься, трубы открывать. А мы старые, обносит. Ну, а здесь тепло. Дети здесь ближе. Николай Михайлович, а как долго ждали квартиру-то эту? Долго обещали. Долго ждали. Думали, что не дождем. Хотели в 10-м дать. Так все строили медленно эти дома. Потом устраняли недостатки, ходили. Было очень холодно первую зиму было. До 13 градусов. Врали? Врали. Врали. И причем врали даже в таких вещах, как холодно в доме или в квартире, или не холодно. То есть даже считали, что губернатор пойдет по квартирам проверять, зайдет, походит на камеру, потанцует и сделает вид, что он отметился. Подход, который мы тогда выбрали, он сегодня, вот все эти пять лет, проповедуется для каждого сотрудника в правительстве области, в администрации. Не просто, конечно, доверять людям надо. Но доверяя, проверяя. Один конфликт без персоналий не обойдется. Уж слишком выпукло вышел он в публичную плоскость. Пять лет назад новый губернатор начал задавать мэру Виктору Павленко очевидные вопросы. Что ж так неухожено в столице Поморья? Ответы были, скажем так, уклончивые. Потом появились разговоры, что Павленко готовится сменить варяга Орлова, публикации в СМИ от политических ошибок губернатора до нарядов супруги, нападки на семью. Классическая информационная война, которая закончилась в сентябре 15-го, когда губернатор представил региону нового сенатора. Виктор Николаевич сегодня сенатор от губернатора. Ему предложенности, свои знания и умения проявить на высокой государственной должности. Меня этот результат вполне устраивает. Тем более, что еще один угол под названием «это мое не лезь» мне удалось благодаря этому расшить. Он хотел заниматься политикой, вы ему предоставили такую возможность. Да, именно так. Но позиция следующая. Как бы вы к этому ни относились, губернатор отправил экс-мэра в почетную ссылку. Ну, каждый человек имеет право на свое мнение. Давайте говорить не об этом конкретно событии, а что в результате получила область и город. Город получил профессиональную команду управленцев. Они точно так же отстаивают интересы программы развития города Архангельска как административного центра, как и раньше, но без политизации этого процесса. Мы в прошлом, в этом году точнее, уже хотел сказать в прошлом, анонсировали программу Архангельска 2020. Это одна из тех программ, которая показывает, каким образом работают вместе областные и городские власти. То есть то, что сегодня для города важно. Инфраструктура дорожная, инфраструктура водоснабжения, водоотведения, обеспечения новых районов. То, на чем в основном сконцентрирована сегодня эта программа. На общей коммунальной картине Архангельска тем удивительнее увидеть на фасаде одного из домов на улице Тимме вывеску «Дом образцового содержания», который от имени фонда содействия реформированию ЖКХ вручил Сергей Степашин. Этой пятиэтажке почти 40 лет. Сергей Петрович, я убрала подъезды, все в порядке, все? Хорошо, все, отдыхай. Председатель ЖСК руководит из офиса в подвальном теплоцентре. Своими силами здесь сделали капремонт, парковку для автомобилей, вдвое снизили платежи за отопление, готовы делиться опытом и основными принципами гражданского общества в отдельно взятом кооперативе. У многих людей большая очень ошибка из-за того, что они считают, что вот их личное, их собственное, их частное находится только вот за этими дверями. А то, что вот здесь, это уже, извините, нас не касается. Да, было, что нам обязаны, мы платили государству столько лет, мы пенсионеры, но люди поняли, что пока сам не сделаешь, никто ничего не придет. Современная четырехполосная улица с разделительным барьером и освещением. Да неужели это та самая, Ваучейского, непроезжая улочка, которая выводила к рынку, открытие которого, кстати, в начале 80-х было, как бы сейчас сказали, федеральной новостью. В Архангельске новоселье нового колхозного рынка, как говорится, не за горами. Полным ходом ведутся работы по возведению этого пускового объекта 1982 года. Интересная деталь на хронике. Видно, что с тех пор, вплоть до нынешней реконструкции, Новоучейского ничего не менялось. Была дорога к рынку, стала дорога к храму. Впервые разговоры о воссоздании кафедрального собора пришлось услышать в 2005-м. Были эскизы, макеты и абсолютно уверены, что строительство не начнется, уж слишком масштабное. В июне 2015 года в Архангельск прибыл крестный ход, который стартовал в Кронштадте в честь 25-летия канонизации святого Иоанна Кронштадтского. И это было федеральной новостью. По дороге в деревню Сура Пинерского района, а именно там родился будущий святой, 300 миссионеров, священнослужителей РПЦ со всего мира, конечно, сделали остановку в поморской столице. Возле нового, пусть и недостроенного Михаила Архангельского собора, богослужение совершил патриарх Кирилл. Все-таки болью отзывалось в сердце отсутствие кафедрального собора. Он должен стать символом города. Он должен стать символом разрождения. Строительство кафедрального собора для меня – это, ну, в том числе и низкий поклон этой земле, которая и дала мне стать человеком, руководителем. Поэтому здесь родились мои дети, моя семья, мои внуки. Я несколько дней назад зашел в храм впервые после того, как были сняты внутренние леса. Я не знаю, я, может быть, попытаюсь вспомнить свои детские восторги от восприятия мира. Вот у меня что-то подобное было, когда я зашел в храм. Храм получается удивительный. Я нисколько не сомневаюсь, что это будет действительно храмом русского духа на русском севере. Ничего подобного сегодня, большего по масштабу и по вот такой вот насыщенности, человеческим желаниям это построить, ничего подобного нет. Пара шагов от кафедрального собора. Перед морским речным вокзалом начали строить транспортный узел. Мнение, конечно, субъективное, но градостроительная ошибка на лицо. Вид на морвокзал закрыла глухая серая стена. Сейчас стройка остановлена, а Игорь Орлов впервые высказывает к ней свое отношение. Или, может, подает сигнал? Уродование лица города. Хотя там были, есть такие красивые порывы. Мы построим этот вокзал, они обустроят площадь. Это такая дешевая расторговка, я бы так это назвал. Мне все это не нравится, я много раз об этом говорил. В итоге вот мое мнение, как губернатора, не может отменить эту стройку. Представляете, набор парадоксов. Почему у людей еще возникает такая претензия к власти? Ты что, власть или не власть? Ты что, не можешь запретить эту стройку? А я не могу нарушать законы. Законы не позволяют, исходя из тех решений, которые приняли прежние власти, отменить эту стройку в таком примитивном варианте. Прежние власти городские вы имеете в виду? Все власти. И городские в том числе. В моем представлении, если те люди, которые строили это здание, опять-таки с уважением относятся к горожанам и любят этот город, они должны его разобрать. Ну а сам Мурвокзал. В Петербурге очень удивляется, что внутри одного из символов Архангельска, все в руках держали 500-рублевую купюру, вещевой рынок. Съемочную группу администрация пустить не разрешила, снимаем на мобильной. Над торговыми колитушками тоскливо висит когда-то заполненное рейсами табло. Вместо билетов здесь можно купить разве что лосины утепленные. К сожалению, те компании, которым достался этот объект в силу грабительской приватизации, которая в свое время прошла, они безответственные люди. Мы предлагали им варианты и совместного инвестирования в этот объект, и вариант выкупа этого объекта у них. Сейчас там уже четвертый собственник поменялся за то время, пока я веду диалог по этому объекту. Я не собираюсь отказаться от идеи отобрать это здание. Хорошо, выкупить, не отобрать. Но пока этот диалог не складывается. Слишком примитивно себя ведут собственники. Схожая судьба у речного вокзала в городе Котлас. Внутри ночной клуб, но хорошо все же не рынок. Впрочем, госсовет во главе с президентом, где констатировали, что российский водный транспорт пришел в упадок, и его нужно восстанавливать, состоялся лишь в августе прошлого года. Напротив речного – ЖД вокзал, много транзитных пассажиров. Отсюда же на автобусе можно уехать по десятку разных направлений. Площадь трех вокзалов. Как комсомольская в Москве в 2014-м была полностью реконструирована. Осенью того же года на третьем привлечении городом области впервые за 10 лет пробудил рейсовый Ан-24 из Архангельска. Спустя год открывается Питер. Сегодня можно улететь в Сыктывкар, Киров, в планах Москва. Телетрапов здесь нет, пешком с чемоданами по перрону. Но не в каждой области есть вообще два аэропорта для связи со столицами. Кстати, инвестор тот же, что и в Архангельске. У нас есть такая серьезная стратегия развития региональной авиации. И мы собираемся, и губернатор Иоанн Атольевич Орлов нас очень сильно поддерживает в этом, мы собираемся объединить все авиационные активы под единое управление. То есть аэропорт Котлас это первый шаг. Следующим шагом у нас пошел уже аэропорт Лишуконь. Там были огромные риски потерять этот актив как авиационный. Потому что теоретически, если бы этот актив приобрел бы другой человек или другое юридическое лицо, то овощной рынок открыли бы, да и все. И ничего ты не скажешь, потому что они приобрели бы без обязательств. Между прочим, я уже сейчас могу говорить об аэропорте Вельск, который тоже появится и, безусловно, будет и в Архангельской области. Это уже очевидное решение, которое приняли инвесторы после наших целого ряда обсуждений. Я много раз говорил, области сегодня нужны три точки опоры в авиаперелетах. Котлас, Вельск, ну и главное Архангельск. Если не самолетом, поездом, а автомобилем. Сколько от Архангельска до Питера? Нулевая верста возле главпочтамта. Тысяча сто сорок девять километров. Но все едут полторы тысячи, делая крюк через Вологду. Раз, два, три. Ура. В ноябре прошлого года короткий путь в Петербург стал ближе. Закончен второй этап реконструкции дороги Бринаволок-Плесец-Каргополь-Вытегра. Когда-то унылая грунтовка. Сам ездил по ней в командировке на космодром. Еще несколько лет и цифра на нулевой версте будет соответствовать действительности. А это уже федеральная дорога М8. Тяжелая она в свое время оставила впечатление. Сегодня тоже реконструирована. Совсем недавно слышал отзывы. Ехать одно удовольствие. А в октябре прошлого года достроили северный транспортный коридор, соединивший Архангельскую область через Велигодский район с Республикой Коми и далее с Урала. Еще об одной дороге, которая должна начаться к строительству в следующем году. Это Архангельск-Северодвинск. Это уже федеральная трасса. Четыре полосы с двухуровней развязкой в районе Цигламени с красивым въездом в город Северодвинск. Поэтому то, что строительство дорог в Архангельской области не прекращается, а только расширяется и развивается, я это заявляю достаточно ответственно. Я надеюсь, что до 2020 года мы еще много чего успеем сделать вместе с жителями Архангельской области. Вот в Северодвинск мы дальше и едем. Выезжаем из города через железнодорожный мост. Трудно, конечно, представить, как столица Поморья переживет закрытие главной переправы через Северную Двину, но в ближайшие годы это точно произойдет. Красивое сооружение 64-го года рождения нуждается в реконструкции. В Архангельске строится мост через полноводную красавицу Северную Двину. Верхолазы-монтажники. Там, где свободно парят чайки, трудятся люди этой героической профессии. Самый северный в мире разводной мост начали строить в 1958-м. Спустя шесть лет паромы, катера, ледовые переправы остались в прошлом. Поезда стали приезжать прямо в город. Это торжественный митинг, посвященный открытию моста. Поехали первые автомобили, пошли первые пешеходы. В советское время молодой город Корабелов был закрытым, даже на картах не обозначался. Строился с нуля ровными линиями, хорошие дороги, ЖКХ и благоустройство. Сегодня подобное областному центру тоже напоминает город Контрастов. Новый ледовый дворец и спорткомплекс на острове Ягры, почти массовое строительство. Вот приметный жилой комплекс на площади Корабелов. Но вот и рухнувший в 2012-м дом на улице Ленина, а вот и покосившиеся деревяшки. Впрочем, о родном городе только хорошее. Здесь вырос и начал работать на телевидении. Здесь началась и трудовая карьера будущего губернатора Игоря Орлова. С Ягринского моста открывается лучший вид на одну из крупнейших в мире судоверфий. Предприятие «Севмаш и Звездочка», куда в 1987-м электромонтером распределили выпускника Ленинградского института авиационного приборостроения. В Калининград Игорь Орлов уезжал всего на 4 года, оставив на «Звездочке» должность заместителя гендиректора и будучи кандидатом экономических наук. Почему же после возвращения, а многие до сих пор, Орлова называют чужим или варягом? Подобного рода утверждениям я ведь ни разу нигде не спорил по этому поводу. Это бессмысленно, потому что те, кто об этом говорят, их не переубедить. Хочешь, зайди в интернет, все рассказано. Сколько лет я проработал здесь, сколько я был за пределами региона. Большую часть жизни я прожил на Поморской земле в Архангельской области. Мои дети выросли здесь, они и сейчас здесь живут. Поэтому никакой я не варяг, я местный. А учитывая тот кошмар, который происходит на Украине, по сути дела у меня сегодня отнял родину, я не могу попасть сегодня ни в родную школу, ни в тот дом, где я вырос. У меня уже другой родины, кроме как Архангельской области, просто нет. В Севродвинске заезжаем в Крывеческий музей. Именно здесь произошло одно из самых запоминающихся событий в журналистской работе. В 2004-м отправили на съемки. Дескать, музею дарят какую-то старинную книгу. Выяснилось, что на минуточку это был неучтенный экземпляр Астрожской Библии из первопечати Ивана Федорова. 16-й век, подобных во всем мире несколько сотен, а в таком прекрасном состоянии вообще единицы. Во-первых, их крайне мало в стране, в области известных нет вообще. Во-вторых, действительно старообрядцы делали перепечатки этих книг. И потом она очень хорошо сохранилась для своего времени, для своего возраста. И вот все это наводило на мысль, что может быть все-таки это перепечатка. Я как-то сразу поверила в то, что это именно Астрожская Библия, оригинал. Это наша гордость, разумеется. Новоселье без веселья не положено встречать. Есть примета, нужно кошку первую в дом свой запускать. Кошка волнуется, наверное. Поехали, пускаем. Это уже открытие другого музея. Коножский район, деревня Норинская. Место ссылки самого знаменитого тунеядца Советского Союза Иосифа Бродского. Полузгнивший дом готов был почти рухнуть, когда по инициативе Игоря Орлова его выкупила группа энтузиастов. Постройку раскатали на бревна, собрали заново. Сегодня это, если не считать так и не открытых пока полутора комнат в доме Мурузи в Петербурге, единственный в мире музей Иосифа Бродского. Еще один и тоже единственный в мире музей академика Дмитрия Лихачева будет открыт на Соловках. Кадры специального репортажа моей коллеги с телеканала «Россия» Зинаиды Курбатовой, внучки Лихачева, который провел в Солоне, в Соловецком лагере особого назначения, больше трех лет. Экспозиция, скорее всего, разместится на месте нынешней кассы музея, в которой в начале 30-х находилась камера будущего академика. Есть сейчас еще одна мысль, которую я считаю обязательным для себя сделать, это отдать дань уважения и памяти великому русскому ученому Николаю Павловичу Лаверову. Человек, который создал Северно-Арктический федеральный университет, человек, который создал Центр комплексного изучения Арктики в городе Архангельске, все это Лаверов. И отдать дань уважения этому человеку, у нас есть счастливая возможность начать этот процесс. К слову о Барктике. Новое предприятие на левом берегу. У причала идет погрузка на судно Тамбей по имени реки, недалеко от порта Сабета, на полуострове Ямал, куда, собственно, и отправляется сухогруз. Это не совсем трубы, будущие сваи для реализации одного из грандиозных арктических проектов порта и завода по сжижению природного газа. Крупнейшая в деле возведения подобных объектов компания Межрегион Трубопроводстрой Архангельск выбрала как самый близкий к Арктике и удобный с точки зрения инфраструктуры порт. Воды Северной Твины уже давно скованы льдом, но жизнь в Архангельском порту не замирает. Именно из Архангельска началось освоение Северного морского пути. Экспедиция Отто Шмидта в 1932 году. Именно в Архангельске долгое время располагалось крупнейшее управление глав Севморпути, объединявшее ледокольный флот страны. Сегодня Россия возвращается в Арктику. Министерство обороны собирается строить в Архангельске собственный производственно-логистический комплекс для завоза грузов на Крайний Север. Отныне и навсегда столица Поморья получил прописку Международный форум «Арктика. Территория диалога». Ближайший в марте ожидается участие президента. Конечно, что и это интервью мы записываем в Музее художественного освоения Арктики. Говорят, с освоением Арктики, с освоением Северного морского пути, с его развитием, Архангельск может превратиться из тупикового города в город транзитный. Именно так. Транзит всегда возрождал город Архангельск, как и любой другой город. Мы должны максимально эффективно это задействовать в своих интересах, предложив надлежащий комплекс услуг и возможностей для потенциальных участников этого процесса. Мы этим занимаемся, как только мы начинаем говорить, откуда начинала осваиваться Арктика, где лучшее судостроительное решение, где подготовка кадров. В Архангельске больше нигде. Успеваю прогуляться по Троицкому проспекту. Кинотеатр «Мир». Столько лет прошло, а ничего не изменилось. Лишь забор передвинули и фасад подмазали. Судя по дверям, внутри те же руины. Чуть дальше Архангельский цирк. Знаменитый, увы, не по представлениям, а по долгим разговорам о восстановлении, пусть и не старинного, но все же исторического здания. В Архангельске немало любителей циркового искусства. И вот сегодня и ежедневно состоится большое представление. Цирк торжественно вкуп. Открытый в 62-м году цирк сегодня находится в ужасающем состоянии. Железобетонный купол под угрозой обрушения. У меня есть мечта. Я хочу, чтобы в кинотеатре «Мир» в центре города Архангельска был дворец бракосочетания. Чтобы люди входили в красивое здание, и там это все происходило на очень торжественном уровне. Мы начали этот разговор с собственниками, и я надеюсь, что мы все-таки договоримся. Что касается цирка, городу цирк нужен. И об этом мы договорились с руководителем Росгосцирка. С правой стороны стоит забор. Люди, которые не любят этот город, отдали это место под строительство бизнес-центра. Мы добились того, что бизнес-центра там не будет. Мы эту землю отбираем. И мы начнем инвестиционный проект по созданию культурно-развлекательного центра с цирком на этой территории. Наше интервью подходит к концу. Остался последний вопрос, на который Игорь Орлов, собственно говоря, сам натолкнул, когда рассказывал о событиях пятилетней давности. Вы сказали в начале нашего интервью, что человек, который все устраивает, он должен выходить, видимо, на пенсию и заканчивать свою рабочую часть жизни. Закономерный вопрос. Что сейчас не устраивает? Не устраивает, что Архангельская область не является лучшим регионом Российской Федерации. Она имеет право на это. Поэтому есть к чему стремиться. И не устраивает то, что продолжает снижаться численность, хоть и совершенно другими темпами, но продолжает снижаться численность в Архангельской области. Не устраивает качество медицинского обслуживания жителей региона, учитывая его специфику и разбросанность. Не устраивает система ЖКХ, не устраивает целый ряд дорог, много чего не устраивает. То есть на ту пенсию, про которую вы говорили, вы пойдете, судя по списку того, что не устраивает, еще весьма не скоро. Вы знаете, оценку и, скажем так, готовность восприять мое видение развития региона дают все-таки люди. Безусловно, есть еще и президент, который оказывает доверие. Если люди считают действия мои как губернатора правильными, то вот этот настрой, он, безусловно, сохраняется. Но при любом другом положении дел я буду заниматься другой работой. По дороге в аэропорт последняя и незапланированная остановка. Неужели областная клиническая больница, самый знаменитый долгострой Архангельска, в первую очередь сдали спустя 22 года после закладки? Наверное, это судьба, что больница встретилась уже на обратном пути. Ведь увидел в Архангельске и хорошее, и плохое. Но, все журналисты знают, привлекают внимание. Первое слово запоминается последнее. Спасибо большое. Счастливо. Начинается регистрация билетов и посадка в самолет. Авиакомпазм и Нордавиа, региональный авиалий, на рейс 321, Санкт-Петербург. Дамы и господа, на готовый взлет и просим вас убедиться, что ревни безопасности, застегнуты, с низкокрытвое партикальное положение. Толик убран, где электронные устройства будут зачинены. Желаю вам приятного полета. Дамы и господа, на рейс 321, Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok